Обновление учебных корпусов, поддержка волонтерского движения и острые политические вопросы. В Самарском государственном институте культуры сегодня кипела дискуссия. На встречу к студентам и преподавателям пришел депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Сфера политики должна входить в сферу искусства, ведь это противоположные диаметральные вещи. Взять, например, Евровидение, когда политика пришла в искусство. Место для обсуждения было выбрано не случайно. Театрально-концертный комплекс «Дирижабль» является одним из корпусов Института культуры. Но таким светлым и технически оснащенным здание было не всегда. Студенты старших курсов помнят, что представляла из себя постройка до 2018 года. Реконструировали здание по инициативе Александра Хинштейна. Студенты об этом знают, поэтому просят продолжить обновление учебных учреждений, а также зданий в историческом центре. Сейчас находится под угрозой разрушение здания на Красноармейское и Ленинское. Там одно из старейших зданий Самары, по-моему, дом Чеплыгина или вот что-то такое, каменный такой дворец, ну, особняк, где аптека одна из первых находилась в Самаре. И там не совсем понятно до сих пор, будут ли его восстанавливать или нет. Волновала студентов и поддержка волонтерской деятельности. Помощь Самарским приютам для животных, развитие студенческого спорта и личные вопросы. На них депутат отвечал искренне и развернуто. По словам Александра Хинштейна, только так можно поддержать интерес молодой аудитории. Попутно записал адреса и цифры, которые назвали участники встречи, чтобы детальнее разобраться с каждым вопросом. Особое внимание к условиям, в которых обучаются студенты. Сейчас это касается корпуса театрального факультета на улице Фрунзе. У нас там есть проблема с крышей, у нас она подтекает, нам необходимо быстро его ремонтировать. После того, как мы выполним это, можем уже двигаться дальше, но не дожидаясь этого счастливого момента, сам съезжу, своими глазами посмотрю. В конце встречи Александр Хинштейн поблагодарил студентов за активность и пообещал проработать каждое обращение. Михаил Гермоленко, Николай Сидоров. События.